Представьте себе двух мужчин, плывущих в полной темноте через ледяной металлический коридор, где температура минус 10 градусов, стены покрыты толстым слоем инея, а каждый выдох превращается в облако пара, которое тут же замерзает на лице. Чтобы вы почувствовали, зная, что за этой дверью может быть взрыв, пожар или абсолютная пустота вакуума, а единственный шанс выжить — это оживить мертвую 20-тонную глыбу железа, которая носится по орбите со скоростью 8 км в секунду. Долгие годы подвиг спасения станции «Салют-7» оставался малоизвестным даже на родине героев. Но сегодня мы расскажем о том, как два человека совершили невозможное и вошли в историю космонавтики навсегда. 11 февраля 1985 года в 9 часов 23 минуты по московскому времени в Центре управления полетами раздался тревожный сигнал. Орбитальная станция «Салют-7» гордость советской космонавтики перестала отвечать на команды с Земли. Операторы пытались восстановить связь, меняли частоты, проверяли оборудование. Все бесполезно. Станция молчала, словно умерла. Через несколько часов стало ясно, произошла катастрофа. 20-тонный космический дом, на котором работали 6 основных экипажей, проводились уникальные научные эксперименты и устанавливались мировые рекорды, превратился в неуправляемый кусок металла, медленно теряющий высоту и сближающийся с Землей. Никто не мог предположить, насколько серьезными окажутся последствия этой аварии. Станция стоила миллионы рублей, на ее создание ушли годы труда тысяч специалистов. Но главное, на борту находилось оборудование, которое не должно было попасть в чужие руки. А станция теряла высоту, и никто не мог предсказать, где она упадет. Уже была печальная история американской станции Skylab, обломки которой долетели до Австралии. Если «Салют-7» рухнет на населенный пункт, катастрофа будет чудовищной. Но самое страшное было в другом. Разведка докладывала, американцы готовят шаттл-челленджер к старту. Ходили слухи, что они хотят захватить советскую станцию, изучить ее конструкцию, выкрасть секретные разработки. Это был разгар холодной войны, когда каждый космический шаг имел политическое значение. Потеря «Салюта-7» стала бы не только технической катастрофой, но и позором для СССР на весь мир. В Москве прошли экстренные совещания на самом высоком уровне. Варианты рассматривались разные. От уничтожения станции ракетой до простого ожидания, пока она сама войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Но Валентин Глушко, генеральный конструктор НПО «Энергия», настаивал на спасательной операции. Он понимал, если СССР откажется от попытки спасти свою станцию, это будет признанием технического бессилия. Нужно было действовать. 6 июня 1985 года с Байконура стартовал корабль «Союз Т-13». На борту находились двое. Владимир Александрович Джанибеков, 43-летний летчик-космонавт, уже совершивший 4 полета в космос, и Виктор Петрович Савиных, 35-летний инженер, доктор технических наук, летавший в космос один раз. Перед ними стояла задача, которой не было в учебниках. Найти мертвую станцию, пристыковаться к ней вручную и попытаться оживить. Что бы вы почувствовали на их месте, зная, что шансов вернуться на Землю живыми 50 на 50? Жены провожали их со слезами на глазах, не веря в успех миссии. Дочь Джанибекова спросила перед стартом «Папа, ты вернешься?» Владимир обнял ее и ответил «Обязательно вернусь. У меня нет права не вернуться». Но в душе он понимал – впереди ждет то, чего не делал еще ни один космонавт в истории. Через два дня полета они увидели «Салют-7». Зрелище было жутким. Огромная станция вращалась в пространстве, кувыркаясь, словно пьяная. Солнечные батареи блестели, антенны торчали в разные стороны. Но внутри царила мертвая тишина. Никаких огней, никаких признаков жизни. Савин их позже вспоминал. «Когда я впервые увидел станцию, у меня сжалось сердце. Она выглядела, как огромный гроб, летящий в пустоте». Свидетели были в шоке от увиденного в центре управления полетами, когда Дженебеков начал сближение. Станция летела со скоростью 8 км в секунду, беспорядочно вращаясь. Малейшая ошибка – и корабль ударится об обшивку, получит пробоину, экипаж погибнет в считанные секунды. Но у Дженебекова были золотые руки. Он перешел на ручное управление, включил лазерный дальномер, начал измерять расстояние до станции. Савин их сидел рядом с калькулятором на коленях, вел расчеты скорости, каждые 30 секунд делал замеры. Можете представить напряжение тех минут. В центре управления полетами стояла гробовая тишина. На трибунах сидели космонавты. Весь отряд собрался, чтобы следить за операцией. Когда Дженебеков на расстоянии 200 метров завис над станцией, выровнял скорости и начал финальное сближение, многие зажмурились не в силах смотреть. И вот касание. Лязг автоматических запоров. Голос Савиных по радио. Есть мег захват. Трибуны взорвались аплодисментами. Они смогли. Впервые в истории человечества была совершена стыковка с неуправляемым объектом массой 20 тонн. Но это было только начало. Долгие годы это оставалось тайной, но когда Дженебеков и Савиных открыли люк и проникли внутри станции, их встретил настоящий ад. Температура минус 10 градусов. Все покрыто толстым слоем инея и изморозе. Стены, потолок, оборудование белое, словно в морозильной камере. В воздухе висели ледяные кристаллы, которые искрились в лучах фонариков. Дышать было тяжело. Воздух разреженный, влажный, ледяной. Космонавты были в легких костюмах без подогрева. Они начали замерзать мгновенно. Пальцы деревенели, зубы стучали, дыхание перехватывало. Дженебеков попытался включить свет. Не работает. Попробовал запустить систему отопления. Мертвое. Связь с Землей есть только через корабль. Станция была полностью обесточена. И тут произошло невероятное. Савиных, дрожа от холода, начал осматривать оборудование. Он нашел главный электрический щит, открыл его и увидел страшную картину. Все предохранители сгорели. Короткое замыкание уничтожило систему энергоснабжения. Солнечные батареи не могли зарядить аккумуляторы, потому что система ориентации отказала. Станция вращалась хаотично. Батареи не попадали под солнечные лучи. Без энергии не работало отопление, не работала связь, не работали системы жизнеобеспечения. Эти слова потрясли всех присутствующих в ЦУПе, когда Савиных доложил о масштабах катастрофы. Станцию нужно было восстанавливать практически с нуля. И все это в условиях, когда каждый глоток воздуха обжигал легкие холодом, а пальцы отказывались слушаться от мороза. У космонавтов был 10-дневный запас воды и еды на корабле. Если за это время не удастся оживить станцию, придется возвращаться на Землю с позором. Джанибеков и Савиных работали по 18 часов в сутки. Они разбирали электрические схемы, заменяли сгоревшие предохранители, проверяли каждый контакт. Руки были исцарапаны, пальцы кровоточили от холода и постоянной работы с металлом. Они спали по 2-3 часа, чтобы согреться, а потом снова возвращались к работе. Но самое страшное было в другом. На пятый день запасы воды на корабле стали заканчиваться. Космонавты пили поглотку в день, экономя каждую каплю. Обезвоживание усиливало холод, организм не мог нормально согреваться. Губы потрескались, кожа на руках начала шелушиться. Джанибеков позже признавался. «Я думал, что мы не выживем. Я уже мысленно прощался с семьей». Никто не мог предположить, что на седьмой день произойдет чудо. Савиных наконец-то сумел запустить один из аккумуляторов. Появилось напряжение. Небольшое, но достаточное, чтобы включить систему ориентации солнечных батарей. Джанибеков вручную развернул станцию, поймал солнечный свет. Батареи начали заряжаться. Медленно. Очень медленно, но энергия пошла. Через несколько часов температура в станции начала подниматься. Сначала минус пять. Потом минус три. Потом ноль. Иний на стенах начал таять, превращаясь в капли воды, которые плавали в невесомости. Космонавты ловили их ртом. Это была первая вода за три дня. Через сутки температура поднялась до плюс пятнадцати. Станция ожила. Двадцать третьего июня, через семнадцать дней после прибытия, Джанибеков и Савиных доложили на Землю. Салют-7 восстановлен. Все системы функционируют. Готовы к приему следующего экипажа. Эти слова вызвали ликование в ЦУПе. Они сделали невозможное. Они спасли станцию, которую весь мир считал потерянной. История спасения Салюта-7 стала легендой советской космонавтики. Даже американцы признали подвиг Джанибекова и Савиных. НАСА выпустило заявление, в котором говорилось, «Выдерживая низкие температуры и рост уровня углекислого газа, Джанибекову и Савиных удалось сделать невозможное. Они восстановили мощность на станции и постепенно реанимировали свой космический дом». Это было редкое признание со стороны конкурентов в разгар холодной войны. Виктору Савиных вручили вторую звезду Героя Советского Союза. Владимиру Джанибекову присвоили звание генерал-майора авиации. Но главной наградой для них было то, что станция продолжила работу. На Салюте-7 потом трудились еще несколько экипажей, проводились важнейшие эксперименты, устанавливались новые рекорды. Станция проработала до 1992 года, 6 лет после спасения. Долгие годы детали этой операции держались в секрете. Лишь в 2000-е годы стали рассекречиваться документы, показывающие, насколько близки были космонавты к гибели. Оказалось, что на восьмой день у них закончилась не только вода, но и кислород на корабле начал истощаться. И еще сутки, и они бы задохнулись. Сегодня подвиг Джанибекова и Савиных изучают в космических университетах всего мира. Их методика ручной стыковки с неуправляемым объектом вошла в учебники. Их опыт работы в экстремальных условиях помогает готовить новые поколения космонавтов к любым чрезвычайным ситуациям на орбите. Если эта невероятная история о том, как два человека спасли 20-тонную станцию голыми руками в ледяной пустоте космоса, вдохновила вас, поставьте лайк и напишите в комментариях, смогли бы вы на такое. Как думаете, что двигало этими людьми? Долг? Мужество? Или просто нежелание сдаваться? Поделитесь своими мыслями о героях, которые совершали подвиги не ради славы, а ради дела. Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди еще много историй о людях, которые меняли мир. Спасибо, что были с нами.